всем привет мы на стране всем привет мы на стране fm сегодня мы поем и пообщаемся со егор крит кристина сегор летов егор летов и тимати погнали илья бланка киза даша осман старков и разбитая у нас прекрасный дружный дом хэштег семья я тебя не люблю мы друг друга всегда поддерживаем и мы немножечко такие неординарные совсем немного особенно бланка особенно бланка на это он так специально делать это маркер у нас всегда все ходят total black причем не специально только банка у нас розовый просто black star это само собой получается что на все тусовки куда мы приходили мы приходим в черном потому что мы black star все это очень было плохо все в розовом в чем-то миленько мы всегда в все по-разному попали я попал например через два месяца после открытия примесь украины прямо сюда они там прям мы только туда заехали сразу все убирает и будем там до конца мы живем все вместе в доме до отдельный house друг друга терпим готовим завтраки нет себе самостоятельно мы будем но разного центов будем множиться но постепенно это все происходит очень трудно найти нужного человека очень тяжело покажем всем миром пока то пока 7 7 человек они сейчас возможно спят возможно уже не мы не спим мы не спим мы работаем не покладая рук просто с нами там я на скрылся вода снимает сейчас адель тоже наша вторая девочка лишь миша это наш новый участник в хаосе женек это уже не жена и гора никита эльман борщица наши то еще борщица это кто дальше она выходной не сильно просто собственно дома нас очень крутой нам все нравится мы любим и босс у нас самый лучший босс вот этот наш свего нам повезло да 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 нам очень повезло это наша вторая поддержка основная с вами любимых нет на нашему дому нет конкурентов я могу сказать одно что все дома это душнила сейчас скажу вот все дома бланка конкуренция конечно же есть просто она мы не смотрим на других наоборот другие дома смотрят на наш контент воруют наш стиль у нас к они постоянно что-то дергают у меня проследил за одним чуваком не буду говорить откуда он с какого дома и он точно также покрасился даже ту же сторону покрасил тот же цвет и все это было так привет я приехал экспериментировать со своими волосами смотрите что получилось да вообще на самом деле всяких хаос настолько на себя похоже то что типа вообще да мне еще написала не буду говорить кто сказать что после тебя все начали также краситься пошли к нам к тому что индивидуальность потому что такое себе если честно я уже все я уже даже забил на это на самом деле я эти ногти начал делать до того как все начали как нам приехал в хаос ногтями все парни на него так смотрели непонятно потом спустя несколько месяцев записывают все парни stories наш босс новые ноготочки так всегда задаем тренды я началась так только я так и начала у меня был такой маленький блог в инстаграме я фактически не вела основа в тик токе появилась полгода назад всякие бьюти видео этом красилась поэтому довольно таки давно но я сразу попала в хаос почти пару месяцев поснимала и сразу попала в хаос прикольно у меня у меня все началось с этого с музыки с музыки да и так и закончилась так и закончилась я жил в питере вот и за два месяца до переезда в москву получилось так что я ну что попробовать себя в музыке и потом подумал бен на чем не в питере делать переехал москву то есть на последний филки собрал там не знаю полторы тысячи чемоданы уехал короче в москву пацанам вписался в одинцовый там и начали что-то крутить мутить с музлом и потом через два месяца в москве подписал контракт вот ну и все собственно пошло вот так вот а потом все пошло не очень ну и все собственно мы там с ребятами сейчас у тебя все хорошо завали лицо просто извини вот контракт я расторг и пришел см от музыки немного отошел то есть мы с ребятами поняли что не сработались я ушел немножко в другую степь типа тик ток но тот случайно тоже попал на самом деле я начинал снимать просто эстетику какую-то а потом попал уже в микки хаос ну по факту да вообще мой веграунд тик токера начался с того что моя бывшая девушка создала мой аккаунт тик ток я даже об этом сначала не знал потом я об этом узнал начал снимать тик ток тик ток снимал 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 и как-то типа происшествия года просто мне написал босс то что вот через несколько дней ты заезжаешь хаос ты готов я такой вау да круто и вот по факту вот полгода вот эти в хаосе достаточно большую аудиторию набрал и вот так вот продолжаю все вот так вот начиналось мой путь вообще начался в 2018 году я начал с музыки выпустил первый свой трек он залетел в тик токе тогда еще был на тот момент не тик тока по музыкали да и там типа люди снимали под мой трек и он стал хитом и после этого я переехал в киев занимался музыкой долгое время и понял что нужно двигаться дальше принципе переезжать в москву и делать что-то здесь и вот бланка мой друг посоветовал мне вообще приехать микки хаос попробовать себя в роли тик токера так скажем ну и вот стараемся набирали в основном людей которые до этого фактически не занимались тик током по факту ну все эти по нулевые короче были мы пришли типа у меня было пятьдесят тысяч у него было по моему 40 тыс у меня было 95 у меня было четыре тысячи а сейчас сколько у кого сейчас у меня 2 миллиона у дашеньки тоже 2 миллиона у меня пятьсот пятьдесят в общем за полгода сделали большую аудиторию не она мы все с уклоном на музыку абсолютно все не ну как больше больше типа я на студии сижу потому что у нас у всех типа в планах у меня музыка немножко на первом плане до но при этом снимают фаршки да не от музыки сейчас немножко так я пишу но просто не записываю найти по час уклону тик токи на бренд одежды свой то есть мы открыли стамьян а свой бренд одежды и буквально недавно открыли свой мини-шоу-рум на кузнецком мосту вот и поэтому мы сейчас у нас больше идет наш мод и на тик ток с музлом я пока что типа ну нет не тороплюсь вот поэтому работаем то открыто студию нас у нас есть звукозаписи нам ильман наш босс вас мы тебя любим за студию дома нам подогнал оборудование обшивку все и как бы мы это круто на самом деле любое время можем прийти просто записаться свой вайп все очень круто текстом и сами соберем по битлу у нас есть пацаны разные у меня там с питера с украины какие-то типы вот я хочу кинуть респект стерео райзу он очень крутой чувак я у него брал пару битов вот валера валера наш красавчик просто машина брат у нас почти живет 15 лет он приезжает со школы специально к нам чтобы говорит моя мама я там крепит репетитору еду на самом деле приезжает к нам пишет биты пишет там музыку записывает нас и таки умеряется мама я там опоздал мы там уроки учили вообще все было круто на самом деле парень вообще молодец откроется респект респект валерия музыка которую делать точно нет ну не скажи на тусовочках каких-то мы все равно слушаем тик токерскую музыку потому что она заедает это от безысходности от какой безысходности потому что они только включают тик токерскую музыку типа ягода малинка нет ну это круто супер как бы ну камон нам приходится слушать такую музыку на тусовках потому что там больше ничего другого не включают да это работа вот так по факту мне кажется все слушают зарубежную в основном да типом я например вообще люблю слушать пацанов ян блат мишин гангелия какой последний альбом у них был мне понравился предпоследний альбом мишин гангелия где было это достаточно крутой альбом получился а трек какой любимый окей что окей трек называется окей круто бродовой последний трек мацан статьи отчекал от когда сидел в гримёрке по по телику крутили мацан саврил лавины . у меня типа клип понравился да круто до тик тока я слушала зарубежная сейчас приходит слушать русскую потому что ты снимаешь в основном под русские треки я не скажу что мы прям русском слушаем суда лав например прикольного суда лав дал наши пацаны из рава мюзик поехал на блок слушаем босса нашего слушаем домосед прикольный потом чем еще слушаем я люблю весь газгольдер вообще абсолютно весь мне нравится вся их музыка не очень талантливые пацаны вот кто еще наоборот прида напряжение у меня когда получается то что в компании я слушаю музыку всю которая там в чартах а когда я один мне хочется как-то подепрессировать я как-то наоборот слушаю какой-то рок типа грустную музыку какую-то депрессию типа не знаю как то так получается такой вайп а когда с ребятами типа и наоборот там как раз тик токерские песни слушаем бывает такое то что мы в доме просто там 12 час ночи и мы просто начинают нам включать какой-то трэш трэш и начинаем просто прыгать иногда бывает что мы включаем руки вверх там начинается все что старое все равно возвращается это еще лучше даже даже не может быть в руки вверх красавцы в руки вверх красавцы я люблю прям моя мамка вообще меня рожала под этот трек серьезно вот ну собственно русских то слушаем но я на самом деле тоже люблю тип но я больше наверно грустную музыку вышел покурить мне нравится с украины короче я больше люблю слушать свои треки во первых я всегда врубаю свои треки потому что люблю анализировать типа что можно было добавить чтобы вообще не петь вообще завязать музыкой это больше у тебя брат что насчет семья исполнителей да я скорее люблю типа каких-то мало известных типа своих друзей вот у нас есть в украине очень талантливый чувак факим а прийти респект дори тоже прикольный чувак типа кто еще у нас и токинс 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 тоже твоя больше утром скрутовали что ты гонишь что что еще из популярных наверное точно не моргенштерн существенно мэгенштерн по сути слушай он крутой плане рекламы типа и так далее то есть что как бы он делает по сути дерьмо но но хавается это круто он гениально подлетает к этому это крутой под всякий инфоповод он делает маргенштерн фит с моргенштерн ну кому-то гениальное дерьмо все-таки думают блин кто же будет на фите а там типа просто магенштерн но это круто на самом деле не он крутой в плане инфоповодов то как он себя преподносит публике и в принципе его подача она достаточно крутая потому что но мало кто такое делает он я считаю что в россии он на пошли как шоумен первый именно из музыкантов я сейчас только что заметила свой носок у тебя на ноге а еще мы делимся в хаосе всеми вещами которые есть у нас нет я не делюсь а ну хотя куртку они постоянно берут короче в хаосе у нас нет такого что что-то именно твое если у тебя есть какая-то вещь ее переносит абсолютно каждый человек из нашего дома вот так проявляется наша семья для видосов я бы так не сказал у него отбираем костыли у меня появились сразу каждый попробовал на них постоять походить совершенно это прикольно я бы не хотел конечно сказать упал босс позвал на собрание встал поломал ногу и сказал прости тиктоки я не пойду на собрание на самом деле собрание тебя в комнате поехали куда мы поехали на площадку заигрались заигрались видимо и неправильно прыгнул это было так странно я думал то что ты просто подходить там смеяться там вставай что-то там фальшивишь на самом деле там нога очень сильно пухлой потом я просто открыл носок смотрю это как будто две ноги там жесть какая-то вообще была вся расчехлю короче я считаю я считаю я считаю так если тебе нужно образование камон ты конечно же начинаешь учиться допустим я считаю то что типа мой путь ну типа таков я типа больше творческий человек и мне типа допустим не нужна эта же самая математика возможно когда-то мне пригодится сейчас она мне не нужно да она никому не нужна математика только деньги умеешь считать все да я начал школу сейчас я вроде учусь в университете но вроде не учусь я ни разу не появился в университете да я просто числюсь но типа на самом деле если ты какой-то такой более творческий человек я считаю что тебе какие-то предметы вообще не нужны по факту то есть типа ты вот работаешь только над тем на чем хочешь работать, а если ты, допустим, хочешь реально стать каким-то там врачом, экономистом там, кем-то еще, не знаю, какие там еще профессии есть, мне это не особо интересно то, естественно, тебе нужно образование, и ты сам к этому идешь, сам этого хочешь, мне лично не нужно, я думаю, что у ребят так же, что у них другая творческая атмосфера, типа хочется развиваться в ней, мне типа, короче образование не нужно. Ну, по большей части это стереотипы что... Но дети, учитесь в любом случае, это все равно нужно просто вот такие вот мальчики-тиктокеры ну, Бланка вообще не понадобилось ничего ты три класса окончил, или сколько? Я с твоей мамой окончился Короче, я учился, у меня образование девять классов, все Я думал пять Ну, я вообще на самом деле со школ такой, наверное раздолбай Ты не поступал там никуда? Ну как, я типа пытался, я просто изначально себя позиционировал, такое, как бы ну, на мне не надо все, типа, такое, аутсайдер Я всегда был отдален от всех, и как бы в своем мире, что в школе, что пытался, когда поступал тоже, ну, держал, короче, руку на пульсе в этом плане то, что мне это вообще не надо вот и все Типа, я понимал, что образование, по сути, мне ничего не даст Но я потеряю, как по факту, четыре года, которые бы я потратил на образование То есть, ну, что бы я получил? Ну, в любом случае, да, если тебе... Ну, типа, нет, я не обесцениваю чужой труд в плане того, что Макдональдс это плохо Нет, просто я, например, не вижу себя за кассой Макдональдса Поэтому я решил... А все люди, которые работают в кассе Макдональдса Ты думаешь, что они все там себя видят? Так я же тебе сказал, я не обесцениваю труд чужой Я просто говорю о том, что я лично догнал, что я не хочу быть таким Соответственно, я пошел по другому пути Понял, Вась? По большей части, в общем, это стереотипы с тех годов Что образование безумно нужно Конечно, оно нужно, но, как вот Орге сказал Если ты, на самом деле, хочешь стать крутым врачом, экономистом Я не знаю, психологом, то образование, оно нужно А в творческой профессии все очень спорно Если ты чувствуешь, что тебе нужны какие-то знания Которые тебе могут дать только в университете Тебе нужно идти Не, ну, хотя, в принципе, если смотреть, допустим Если каким-то ты звукорежиссером хочешь стать Ну, конечно, тебе это нужно Если ты хочешь кино снимать, что-то типа такого Нет, я согласна, что нужно, но если ты считаешь для себя Что тебе на самом деле это надо Ну, я думаю, то, что если ты именно в этом хочешь развиваться И ты чувствуешь, что вот, мне сейчас нужно пойти на какие-то курсы Либо в какой-то универ, где учат тому, чтобы тебя снимать Конечно, конечно, флаг в руки и вперед Но, типа, допустим, мне чего-то Нет, сами порой сами себя как-то натаскивают Ну, да, самоучки тоже есть Я чуваков новых знаю, которые сами по себе двигаются Звукорежиссеры Звукорежиссеры Ну, в основном, да, типа, самоучки Потому что врачи без образования-то вообще, типа, безнолабильные отношения Потому что у меня был случай, например, когда я пошел к стоматологу А он без образования был? Я не знаю, но мне кажется, что он получил, наверное, деклом, блин, купил его А я-то думал, что у тебя пара зубов нету? Мне вытаскивали зубы, короче, раздробили полчелести Она мне просто выпала, нахрен Мне ее зашивали обратно Потому что это было ужасно Ты сколько закончил? Вот, поэтому я считаю, что именно образование врачи Там, не знаю, полиция, что там еще Юрист и так далее То там, да, конечно, нужно бы сходить, поучиться, получить Как бы и не покупать диплом Главное заниматься самообразованием По факту, да Ты даже куда не поступала? Нет, я поступала, я закончила 11 классов И поступила в Краснодаре в КГУ на туризм Я просто поступила абы куда, то есть я еще не знала, чем я хочу заниматься Но я не хотела сидеть в офисе Я более такой творческой девочкой была Но в основном так и происходит, что ты не понимаешь даже, куда ты хочешь И просто идешь куда-то Да, да, в основном так и бывает Вот я поступила, и по факту я отходила месяц У меня были постоянно какие-то съемки Я работала в модельном агентстве Постоянные съемки, я тупо не успевала И понимала, что я сейчас могу зарабатывать деньги А там их как бы нет И по сути я не хочу работать в туризме И просто ушла Благо родители меня поддерживали Всю мою жизнь Они всегда меня поддерживали Но не часто бывает такое, что родители поддерживают Они обычно заставляют учиться Я считаю, ребенок сам должен выбрать Ну если он, конечно... Ну вот мои родители вообще красавцы Я их очень люблю Они мне вообще мозги на эту тему не делали Они мне, конечно, говорили Типа, Илюх, ты же, блин, какая ты звезда, не гонино Ну как бы по факту Изначально, да Они не верили в это Потому что они меня в этой сфере не видели Вот И как бы... Ну так и происходит Когда я забил все татуировки Когда на лице сделал в 16 лет татуировки Они мне вообще там выпали из жизни Сказали Конечно, красавчик Не, я закончил 9 классов, по-моему, закончил Потом пошел учиться на дизайнера одежды Отучился там 3 года, по-моему Потом понял, что мне совсем не нравится там Ну и нужно было дальше куда-то идти Потому что в армию заберут И я пошел кинематограф Сценарист И, по-моему, сейчас вот Месяц назад, как меня исключили вроде бы Серьезно? Да, но я здесь Мне звонили, говорят, вас исключают Типа, ну... Такой, ну ладно А что сделаешь? Ну ладно, да, потому что я здесь, во-первых Потому... Потому так Но в любом случае детям тоже Все равно, не слушайте нас В любом случае вам нужно учиться В любом случае Я не хочу транслировать свое мнение на людей А я это делаю сейчас Но вы все равно не слушайте нас Да Вы должны выбрать свой путь сами Никогда не слушайте никого Слушайте вот то, что вот так Знаете, вы не должны смотреть на то, что типа Вот у кого-то получилось Поэтому, типа Там, я вижу, как Моргенштерн Типа, у него классно все Из университета его выгнали У него все получилось Он миллионер там У него все круто Нет, так не работает Если ты чувствуешь, что вот конкретно Тебе нужно Если тебе реально не нужна эта учеба И ты реально хочешь заниматься чем-то творческим То нужно не только говорить А нужно еще действовать А если ты просто скажешь Буду как кто-то Буду как Где-то Типа, так не работает Потому что у него могло получиться А у тебя не получится Типа Не, 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 такого тоже не Это не так Так оно не работает Типа, если ты стараешься В любом случае получится Нет, чувак, ну знаешь Стараться Это не сидеть на диване И говорить то, что Типа, блин, у меня получится Нужно что-то делать Бро, ты тоже Я лежу А где мы сидим? Ты мне скажи-то Поэтому, ребята Учитесь Короче, если вы чего-то реально хотите Работайте над этим А не просто говорите Да, да, да Мои родители меня любят Они мне звонят Каждый день Я тоже твои родители люблю Я твою маму люблю Тут больше говорится Типа, про Поддержку Типа, со стороны Родителей Поддержка есть, да Изначально Была поддержка? Изначально не было Изначально Они меня тушили на этой теме Они мне говорили Устроиться на работу Но я такой Да не, не гоните Какая работа Вот Я шел Ты же в любом случае Сначала работал Я всегда до Талова Типа, топил Нет, я не работал Нигде, Вась Типа, ну Я не назовусь Это работа Типа, я, конечно Там, настройки Там, подрабатывал Там, еще что-то мутил Какие-то темы, да Представьте его Что он работает на стройке, да Нормально работал Шок Почему шок Мне изначально Обязывали, типа Что нужно учиться Там, закончить Что-то Корочку должен иметь Какую-то Но я очень боялся Типа, родителям Сказать, что я занимаюсь Музыкой Особенно Своему отцу Потому что У меня отец Сам из Турции Турак И Такой Очень серьезный мужчина Максимально Там Короче В то время Очень боялся Типа, ему сказать Что вот Я занимаюсь Таким Потому что Для него Это несерьезно И когда Что-то получилось Решил ему Сказать об этом Он Ну, нехорошо Отреагировал Изначально Говорит, что это В основном Так бывает То, что Сначала Не верят Типа А потом Когда ты Показываешь Первые результаты Там Первую денежку Допустим Маме принес Там Или что-то Такое А они Сразу Начинают Понимать Что Все-таки У этого Малыша Получается И они Начинают Себя Еще Больше Поддерживать Это Круто Но Было бы Конечно Намного Лучше Если бы Сначала Когда у тебя Ничего Нет И ты Чего-то Хочешь Они Сначала За тебя Топят И говорят Вот У тебя Все Получится Вот Это Будет Круто Но В основном Так Не бывает Как Когда Мой папа Сказал Ну Ладно Побавуйся Немножко Вдруг Перестанет Да Вот Это Бывает Побавуйся Олимпийском Побавуйся Сейчас Он Вернется К нам Пойдет На работу Мне кажется Сейчас Он Понимает Что Я Серьезно Настроен На это Поэтому Все нормально Звонят Каждый день Спрашивают Как дела Передают Энергию Свою То есть Все Круто Да Я не знаю Даже Что По этому Поводу Сказать Там Изначально Типа Как-то Мама Как-то Скептически Относилась К этому Всему Но Она Мне дала Шанс Проявить Себя Показать Допустим Когда я В ТикТок Хаус Уезжал Типа Она Тоже Сначала Скептически А с тобой Ничего Не сделают Знаете Эта вещь В родителей Когда ты Куда-то Едешь Они Не понимают Куда Ну Лимонад Хаус У нас Нет Собственно Все Хорошо Сейчас Когда я Показываю Результат Копеечку Какую-то Приношу Маме Или Не знаю Показываю Просмотры Подписчиков Своих Я Она Такая Вау Санек Ты Что-то Все-таки Можешь И я Такой Да Мам Я Блин Работаю На Это Ну Короче Сейчас Уже Все Хорошо Покажи Видос Лимонад Хаус Нет Ну В общем Все Все Хорошо Ничего Не Слушайте Бланков Там Приходит собеседование Нас Упор Идет В основном Типа На ТикТок ТикТок Инстаграм Конечно Инстаграм Это Очень Важно Да И соцсети Которую Мы качаем И почти По-моему У каждого Из нас Есть Телеграм Канал Знаете Как ТикТок Это Более Такая Поверхностная Платформа Где Тебя Видят Фактически Все Твиттер В Инстаграм Потихонечку Переходит Когда Ты Человека Чем-то Заинтересовал А Телеграм Твиттер Твиттер Телеграм 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 Я все равно Считаю Что рано Или поздно ТикТок Обгонит Инстаграм Вообще По всем рейтингам Уже Я думаю Знаете Как в ТикТоке Уже будет Даже реклама Стоит дороже Чем в Инстаграм Хотя изначально Все надежды На Вайн Тоже Знаете Самая вещь В том Что изначально Я в ТикТок Не верил Вообще Не верил Типа В плане Для меня Было ТикТок Что-то странное Знаете Для маленьких Детей Для многих Да Приколы А сейчас Я понимаю Что ТикТок Это реально Та платформа Где ты можешь Абсолютно Все Вообще Абсолютно Все делать От каких-то Липсингов Просто петь До своих Мини-сериальщиков Каких-то Снимать И это Очень круто Получается И ТикТок Это именно Та вещь Где Ты можешь Музыку Максимально Раскрутить По всему миру Ты можешь Стать популярным Музыкантом Только потому Что ты в ТикТоке Это по факту Музыка Музыканты Все туда рвутся Чтобы Их музыка Была услышана Там тоже Поднимемся Это прочный круг И слушайте Мне кажется Даже если бы Того же самого ТикТока нет Мы бы пришли Свои цели Через какой-то Другой путь Инстаграм Типа Если бы не было Социальных сетей Мы бы пришли Через телевизор Вот так вот Серьезно Нет Тоже не телевизор Есть Ютуб Я говорю Социальных сетей Если бы вообще Не было Типа Ну да Типа Мы бы пришли Просто через Другую Какую-то Плотку Через радио Камон Через телевизор Я не знаю Диски бы продавали Не знаю А да У Бланка Ну это понятно Почему у него Больше всего хейтеров Потому что люди В основном Не понимают Его образ Не знают Его Типа Вид поверхностный Он дает информацию О себе Я просто Максимально поверхностный Со всеми Если бы я Наверное Дал какую-то Глубь себя Возможно Быхает ушел Но так как Люди Мыслят поверхностно И смотрят на все И живут как В туннеле Ну К сожалению Хейтер пока что Больше у меня Типа Это непонятно Потому что 21 век Типа Да дело Даже не в том Что 21 век Не важно 21 век Или это 19 Не важно Суть не меняет Просто люди Это люди Это нормально Хотя в Америке Нормально В Америке Да В Японии Где угодно В любом случае Мы придем к тому Что Пока что Менталитет У нас К сожалению Раньше плохо Относились к тому Что ты красишь волосы Сейчас уже Всем пофиг на это Не конечно Остались люди К этому Все очень долго Идет Да Мне кажется Очень долго Просто я могу сказать одно Что такие как я Никогда не причинят Вреда Обычным людям Я считаю Что такие как я Именно неформалы Они пройдут мимо Даже в темном двору И они отожмут твою мобилу Меня скорее Это жмет мобилу Вот он Ну по сути Либо он Это больше Со сломанной ногой Да Да И убежит еще Вот Да А я такой Блин Просто я к тому Что Не 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 Это не к тому Что ты гопник Или ты гопник Нет Просто Сам факт того Более или менее Я приехала Еще Нет Еще Вы не знали Что творится За делами В Москве Очень много раз Я на районе Постоянно с кем-то Цеплялся Когда жил В Перово Или допустим Не знаю Даже вон Даже здесь Как бы у нас Да мы с ним Вообще боимся Выходить На самом-то деле А я когда крашен С длинными волосами Был то же самое Каждый раз Я тоже Выходил один раз И ночью Звонил Говорю Пацаны Приятные Да Это были Ой господи Это люди такие Все равно Просто к сожалению Такой менталитет Надеюсь Что лет через 20 Мы приходим уже к тому Чтобы быть лучше Типа Ну нет Я не скажу Что мы изменимся Потому что Как говорится Опять же говорю На что-то старое Придет новое То есть Вот сейчас я такой Это будет нормальным А потом что-то подъявится Другой И человек сделает другое Его так же будет не понимать Это будет всегда То есть даже Когда я повзрослею Мне кажется Хотя нет Я буду максимально лояльен По всему Бро, ты уже взрослый Ты когда я повзрослею Уже тридцатка Я еще малой по факту Ну типа что Мне 23 года Ну и что А мне Я вот наоборот Люблю хейтеров Вот у меня наверное Там Я не знаю У меня хейтера три За все время Ну неважно Моя сестра Все Максимум Мой брат Серьезно? Нет У него нет брата Нет Просто Мне один раз Написал хейтеру директ Какую-то чушь Я спрашиваю А почему ты так думаешь И он меня заблокировал Типа И все Типа Мне реально Очень интересно узнать Почему меня Типа За что меня Можно хейтить Типа Но хейтеры Это очень круто Типа Опять же Если тебя хейтят Если тебя хейтят Значит ты делаешь все правильно Ну никогда не бывает Что у тебя только Все Конечно Намази Я вообще люблю хейтеры Ну как люблю Мне все равно У меня нет никаких чувств К ним Ни ненависти Ни любви Чем больше аудитория Тем больше Появляется Соответственно И поклонников И хейтер Ну это логично Но хейтеры Самые настоящие фанаты Самые такие Ярые Если у тебя есть хейтеры Значит ты все правильно делаешь Если фанаты Они такие Типа Ну выпустил Там Тикток Ну и что А хейтеры Прям такие И рейтинги тебе поднимают Типа Видос А потом заходят Комментируют Ставят там Не знаю Дизвайк Лайк Типа Такое Поэтому Это хорошо Ну я на самом деле Раньше я хейтил Много кого Вообще Постоянно С кем-то цеплялся Не нравилось А сейчас Мне просто стало Все На самом деле Я даже не знаю Могу бросить Типа Сказать Что Ну есть мнение Ты не очень Короче Но опять же говорю Это ничем не подкреплено То есть Опять же говорю Если хейтишь То хейти как-то По фактам В плане того Что если у тебя Есть какая-то позиция Почему он тебе Не нравится Объясни А не так Что типа Ты дурак А почему Вопрос Как бы ну Остается открытым Соответственно Как бы Если ты хейтишь Хейти по фактам Все На самом деле Я даже не знаю Типа Кого хейтить Потому что Потому что Я почти никого не знаю Ни за кем не слежу Я слежу Вот только за ребятами За которыми мне интересно Типа следить Но никого другого Типа Никого другого Вообще В целом Я подписан только Вот на своих ребят И все Типа И мне больше А что их хейтить Я им в лицо Могу все сказать В принципе По факту У меня никогда Не было времени Кому-то написать Что-то плохое Типа Я ни разу Не оставила Забирай твое время Ты энергию свою Отдаешь Это бред Ты тратишь время в пустоту Ты просто Ты бы мог заняться Чем-то полезным Я не понимаю Вообще Не покупают Зачем это делать Я лучше поем Ну да Для чего писать Какой-то негативный Комментарий Смысл Ну да Если я смотрю клип У меня вылетает реклама И я такой Вот я допустим Я когда листаю тикток Я вижу очень много Своих идей Которые люди берут у меня И что Вместо того Чтоб я их захейтить Я наоборот им напишу Круто сняли Типа А мне вот сами ребята Кидают Типа Торги Опять твою идею Типа сняли Ну я такой Ну а что сделаешь Я считаю Что это круто У нас в России Если типа ты Если ты что-то воруешь То Воруешь Воруешь То люди как-то Типа Что-то своровали Значит ты круто Что-то сделал Потому что люди Захотели это повторить И очень круто А наоборот А у нас В основном Типа наоборот бывает Смотря что украли Опять же Все зависит от того Что украли Украли идею Например Украли Идею твоего видоса Или украли твой дизайн Это две разные вещи Например Ну Ну да Или песня Или песня По факту Типа Поэтому я считаю Что все зависит от того Что украли еще Поэтому я считаю Что воровать В принципе не надо ничего Это нифига не круто Чувак типа старается Работает Трудается Придумывает Слушай Ну мне типа Не особо обидно Когда у меня берут Идеи Наоборот Приходишь на все готово И такой типа А возьму-ка я сделаю Так же Смотря какую сферу Затрагивает просто В это все Ну да Бывает даже Типа Например Украйся ролик Ну мне было бы все равно Я ничего не придумываю Мне просто берут Тренды снимают Типа какие-то Да Я не Прям максимально Креативен Брай Бывает же такое Когда ты неосознанно Это делаешь Типа Ну это подсознательно Закладывается Да Допустим Что ты где-то увидел И там у тебя Это отложилось И увидишь Что свое Типа В принципе Но Опять же говорю Чтобы такого не было Не смотри Просто Ну допустим Делаешь музло Желательно там Сутки не слушать Вообще треки В любом случае Чтобы сделать тебе что-то крутое Нужно изначально У кого-то какой-то Референс брать Не бывает Не бывает такого Что ты Типа что-то начинаешь делать Все Ты просто взлет И ты умеешь все По-любому Ты какой-то мотив возьмешь Нужно что-то старое взять Да хорошо забытое старое Конечно Или типа Я не знаю Взять допустим Пять референсов Какого-то видео Из этих пяти видео И то же самое И то же самое С музыкой сделать Или взять мотив Просто старое И сделать по-новому Хорошая практика Все Ну опять же Зачем Зависит от сферы Зачем создавать Типа велосипед Если он уже создан Типа Просто можно его Разукрасить Откорректировать Да Разукрасить По факту Но прикольно Придумать что-то свое Тот же самый Отдам Типа Респект Скриптониту Он не придумал Он придумал Новый велосипед Бро Откуда ты знаешь Возможно ты не слышал Эти песни Возможно они и есть Все что он делает Я нигде не слышал схожего Вообще нигде На русском Он взял С тиктока Перешли на скриптонита Ну просто я к тому Что например Скрипт Это наверное единственный Человек в России Именно как и музыкальный С точки зрения Он самый красавчик Бро Нет ничего нового Все По любому Это было на английском Или на французском Просто мы этого не слышали Чувак Ну типа возможно Возможно так и есть Все что я знаю Что он взял Именно мотивы Барабаны Вот эти африканские Уже Видишь Первые свои деньги Которые я Типа реально пошел Вот на работу Там я работал барменом 16 лет У меня был план Либо после 11 класса Остаться в своем Маленьком городе Либо уехать в Москву Я выбрал естественно Уехать в Москву Что за город Расскажи Херсон Это находится в Украине Вряд ли Его конечно кто-то знает Но это не важно В общем он там работал барменом Три месяца Заработал свой первый кэш И уехал в Москву На вот эти вот денежки Вот так вот свои первые Заработанные деньги Я потратил Я свои первые Заработанные деньги Потратил на еду И накормил пацанов Каких пацанов ты накормил? Я в Питере Звуковырец Мам кто-нибудь Бомжей Мои пацаны Мои пацаны Я жил в Питере тогда И типа Я тогда только уехал От родителей Я еще не зарабатывал У них я не брал Сам работал И все что я заработал Первые бабки Какие поднял Я потратил реально на еду Я считаю В общаге жил Помню И типа накормил пацанов Которые со мной жили А че ты нас сейчас не кормишь? Слышь, м***ла Напряжение Я тебя кормил сколько раз Бро, я тебя люблю Так, ладно Осмотру Как заработал первые деньги? И куда потрать Да я помню Мне было 15 лет Мне вроде бы Я выиграл Олимпиаду турецкую Я знаю турецкий язык Пел на турецком языке Бро, я тебе столько информации узнаю Которую я не знал Я тоже не знал Ты учился на кинемат... Что? Кинематографе Я даже не знаю Как это слово выговорить Знаешь турецкий? Да Наверное, потому что турк Скажем, что на турецком Что вам сказать? Скажи Нет Нет Здравствуйте Саша, Бланка, Даша И Бен, Осман Старков Сау Прикольно Это турецкий язык, да Я тоже могу Спасибо, бать Что? Вот Заработал С турецкой олимпиады Отдал папе Не, не, не то чтобы просто Типа для меня Дал уважение Да, уважение Типа за то, что он Все время Как бы там Воспитал меня Да И воспитывал меня И Тратил на меня денег Много денег Там школа Одежда Там еда И так дальше Ну я понимаю Так должно быть Но когда ты вырастаешь Ты должен Потом ухаживать За родителями И я Первые все деньги Отдал родителям Потом Переехал в Киев И начал зарабатывать Но зарабатывать Начал с музыки сразу То есть Со стримов Да Нигде не работал Я там Просто Продавал треки Я не знаю Там записывал Постоянно там Что-то Движения какие-то Происходили Вот И все Так, мне надо вспомнить Ну с деньгами Все круто На самом деле Не жалуемся Первые свои нормальные Денежку А, мне было 18 Или 17 Я устроилась на работу Изначально я тратила Деньги Я просто не просила У мамы уже А просто тратила Там на дорогу На еду И когда более-менее Стало немного получше Я просто Очень часто Куда-то маму водила Платила за нее Но для меня Это было прям Бальзам на душу Что я могу Хоть что-то для нее сделать Потому что Тоже дань уважения Она тебя всю жизнь Воспитывала Господи И тут никогда Не расплатишься Я думаю Вот, поэтому Мне нужны все деньги мира Только хотел об этом сказать У меня нет Ограниченного Какого-то бюджета Которого я хочу Я просто Просто хочу Но мне нужны Все деньги мира На то, чтобы На кайфы потратить Слушайте, но Я думаю, что Сколько бы у тебя денег Не было В любом случае Тебе будет этого мало Если мне сейчас дать миллион Типа миллион Это будет очень много Настолько много То, что прям вообще И типа для меня Как только я его получу Для меня это будет мало Сейчас для меня кажется Миллион Это чем-то неподъемным А как только я его получу Я просто начну опускать его Все ниже, ниже, ниже И мне уже захочется два Захочется два Заходится четыре Вот так Так что всего В любом случае Получится два Мне кажется Прежде всего Деньги все равно Не главное Типа Что ты начехляешь Что ты начехляешь Я не знаю Нет, типа Что ты чешешь Например, не было у меня денег Хотел денег Типа больше заработать Заработал И что? Ну я считаю так Раньше у меня было Там не знаю Тысячу рублей в кармане Я думаю Блин Тысячу рублей Надо не потратить Да, это все опять же К тому, что Потом десять тысяч Думаю О, десять Типа Уже нормально Можно немножко потратить Немножко оставить Потом уже там Пятьдесят или сто И ты такой думаешь Ну окей Типа И что дальше? Я считаю так То, что Если ты очень сильно Хочешь денег И ты работаешь Для того, чтобы У тебя был Большой капитал Какой-то И у тебя их до сих пор нет Значит тебе жизнь Просто говорит Подожди Ты еще к этому не готов И так совсем Типа Допустим Хочешь миллион подписчиков И ты работаешь Да И типа У тебя его до сих пор нет Значит ты просто К этому не готов Дело времени Скорее Конечно Деньги Это типа Больше для твоего же Комфорта Чтобы прокормить свою семью Помочь родителям Чтобы ты не нуждался В каких-то там Своих вещах Но когда они у тебя появляются Ты даже потом не Типа Ты сделал все, что хотел Купил все, что мог Камон А что потом? Что ты с этими деньгами Главное просто работать И развивать свою Купишь там 10 квартир И что дальше? Купишь 15 квартир Будешь сдавать эти квартиры Рубить больше денег Красава, бро Короче Главное оставаться человеком На самом-то деле Тут все зависит от того Куда ты эти деньги тратишь Типа интересное дело Для меня деньги Это ресурс Типа Это просто ресурс Деньги Это свобода Ты тратишь и получаешь Тратишь и получаешь Деньги Это лишь Ну типа Это свобода Все Да Просто Ну без денег Мы никак не можем Как бы Я не скажу Что это прям Основная цель Но К сожалению Но есть люди Которые умеют жить Ну типа достаточно Надо умеет жить Посредством Это важно Жить посредством Правильно рассчитывать Типа Ну когда ты молодой Так не получается Просто у меня бывает Заносит И я типа Вообще у меня бывает Слетает крыша Последние деньги в кармане Бизнес-класс Музыку подрубаем Открывай двери И банка заходит Я тоже поеду На газослассе поеду Да-да Такое бывает Я люблю комфорт Выходит потом Я люблю комфорт Типа Это нормально Я наоборот люблю метро Я не поеду на метро Потому что мне не нравится На метро ездить Типа Да Ну это по факту Мне нравится быть в комфорте И вот опять же Мы все абсолютно разные Почему я должен себя обламывать Не Я также люблю Типа ездить на бизнесе Но Когда у меня последние бабки В кармане Я лучше думаю Лучше я поем на эти бабки А сам поеду На метро Вот видите Мы такие разные На самом деле Вообще все Типа Допустим Я наоборот люблю метро Да ты никогда не на такси не едешь Чувак Типа Ну понятно Ладно Типа Я люблю метро Реально за то Что там Я просто постоянно Смотрю на людей Смотрю на Типа На их лица И Типа Они настолько бывают Угрюмыми Что мне самому Хочется сделать их Как-то более счастливыми Типа Как-то показать Как-то своей мимикой Что бы им там стало Что-то честно Ты своим лицом Так разочаруешься По факту Не знаю Короче Мне очень сильно нравится метро И Я уверен То что в дальнейшем Я буду гонять Только на автобусах И метро Как ты хотел их Порадовать Через полгода Посмотрим Типа Я Ты стоишь метро И какой-то Например Показай отчеты Не русский Смотрим на тебя А я ему ногти свои Накрашенные Показываю А ты такой Поднял настроение Короче Нет Да я не об этом Я говорю Я просто говорю Я люблю метро Мне комфортнее Мне это вдохновляет Поднял А не хочется Прихлопнив твое настроение Ага Все Мы заканчиваем Выходим Заканчиваем Делаю Это все Осман Вставай быстро Костыли Поднял Побежал Побежал Осман Быстрее Адекватно Нет Слушайте Отдыхать Конечно же Всегда Иногда Всегда Иногда Ну Нормальное Отношение С алкоголем Ну Я могу Сказать Одно Что Я без Тормозов Вот Это Я понял Вот Как у тебя Дела У меня Все Отлично У него Все Отлично Он Сок Пьет Да Осман Вот Таня У меня Типа У меня Снимание И я Тоже Против Этого Всего Я Все Время С пацанами Когда Ну Да Мы Постоянно Работаем Вот Сколько Мы Полгода Тут Живем Мы Работаем Каждый День И Отдыхаем Мы Довольно Таки Редко Очень Редко Очень Редко И Мы Можем Выпить Алкоголь Я Люблю Ссорой Кальян Я Просто Вообще Не пил Восемь Лет Ну Типа В школе Еще Выпить Что-то Покайфовать Такие Движухи Были Кто-то В 18 Начинает Он В 15 Завязал У меня Был случай Когда Мне пришлось Завязать Вот И в 23 Когда Очень Много Работы Мозги Очень Кипят И Иногда Хочется Расслабиться И То Чем Я Расслаблялся Уже Типа Этого Мало И Хочется Короче Больше И Потом Опять Заработал Да Но Это Очень Сильно Останавливает Процесс Работы Очень Сильно Поэтому Мы Стараемся Все Зависит От Тебя Типа Ты Ищешь Способ Расслабиться Но Это Ничего Это Не Помогает Тебе Это Только На Пару День Ты Можешь Не Снимать Расслабиться Можно Посмотреть Фильм Все Зависит Опять От Желаний Допустим Я Когда Меня Выносит Прям Не В следующий День Могу Снимать Но Такое Состояние Ты Смотришь На Всех Все Такие Сайты Думаешь Ладно Окей Но В хорошей Компании Конечно Мы Можем Иногда Выпить Того Же Бутылочку Вина Какое вино Что ты чешешь Когда вино Последний раз Пил Когда Мы Последний раз Пили Виски Кола Королева Танцпола Виски Кола Королева Танцпола Давайте Поговорим Расскажи Брат Как Ты Это Делал Как Что Я Делал Страдал Брат Расскажи Если честно Я Ну Типа Насчет Меня Я Достаточно Такой Он Романтик Он Очень Влюбчивый Ну Не Влюб Нет Каждый Влюбляется Я Влюбеобильный Да Влюбеобильный Больше Допустим Меня Выносит Иногда Стороны Сторону Бросает Но Короче Можете Так Подожди Три Парня Которые Очень Любят Женское Внимание Типа Меня Иногда Выносит И это Не круто Это Странно Да Но Я Любил Я Любил По-настоящему Пару Раз Точно Типа Это Очень Крутое Чувство Ну Я Читаю Типа А так Да Бывает Выносит Ну Че Поделать Я Прям Нормально Гудел До сих Каждый Из нас Когда-то Хотел Просто Забыться В ком-то Чтобы Просто Переключить Своё Внимание Дважды На всякий Случай На кого-то Так Бывает Я Каждый раз Разочаровываюсь Вообще Что ты Чешешь Разочаровываться Не Серьезно Я Ни разу Не Разочаровывался Могу Сказать одно Что это Очень мешает Работе Да Мне Это Очень мешает Но Каждый раз После Какого-то Такого Мне Например Не мешает Типа Я наоборот Вот Я люблю Поработать А потом Съездить Кайфануть Девчонку Взять Кайфовать Короче Такое Мне нравится Я люблю Проводить Свой досуг Вечерний Так Да То есть Надеюсь Что я В скором Времени Найду Туз Которую Захочу Проводить И не Менять У меня Наоборот То Что Каждый Раз После Какого-то Плохого Опыта Ты Начинаешь Приходить К тому А Буду ли я Вообще С кем-то Потом Или Я буду Один Такое Ну У меня Такое Начало Приходить Да Торги У нас Просто Тем Душнилом Более Романтик Это Тоже С Разбитым Серденчиком Не Романтики Я Нет Максимально Нет Да Не Скажи Просто Типа Я Очень Влюбчивый Но Типа А Нужно Ли Мне Потом Влюбляться Как-то Так Нет Я Не Влюбчивая Ну Мы Уже Поняли Даш Что У нас Мне Кажется На эти Темы Дерево Ну Короче Мой 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 Последний Опыт Был Не Очень Был Плохим Просто Мне Тяжело Работать И Совмещать Это С Отношениями Поэтому Тик Ток Дом Для У меня Работа Я Там Снимаю Я Делаю Контент И В Тик Ток Доме Типа Нет У меня Не было Ни Отношений Никаких Тому Так Поэтому Для Мне Это Работа Зачем Вот Кто Как На Эту Тему Думает Я Не Хочу Просто Распыляться На Нет Приводим А Почему Нцест Потому Что Мы Все Сестры И Братья Да У нас Такой Тем И Никого Не Приведить Ну У Нас Просто Да Если Хочешь Покайфовать Я Снимаю Отель И Сваливаю Из Дома Типа Я Люблю Каждый По-своему Он Каждый День Выезжает Дома Я Просто Снимаю Отель Где-то И Горю Я Просто В туалет Типа Ну Просто Потому Что Я Одинокий Я Считаю Себя Максимально Одиноким Человек Ну Я Тоже По-тих Сравнение Типа Мы С ним Похожи В этом Тело Из Толпы Но В голове Один Вчера Первый раз Поехал Куда Горит Рок Звяза Просто Я Вот Это Все Что Происходит Суета Вокруг Много Людей Все Тянутся Но Я Себя Все Равно Как Ни Крути Ощущаю Одиноким Максимально Причем У каждого Есть У каждого В нашем доме Типа Я Грустный Одинокий Человек И Это Нифиг Нас Много Но Такое ощущение Что Поддержка Лишь Поддержать Это Не Поддержка Он Просто Пессимист И Все Ему Ничего Не Докажешь Если Он Считает Что Он Одинок А Тебе Ему Говорят Нет Чувак Ты Можешь Подойти Мне Что Рассказать Нет Бро Ты Не Прав Я Действительно Одинок Это Не Так Чувак Хотя Они Смотрят На Он Просто Себе Может Закрыться Ну Как И Каждый Человек Мне Тоже Бывает Такое Что Я Три Дня Хожу Супер Веселый Потом Я Просто По щелчку Эмоционально Выгораю И Просто День Я Лежу В себе Ты Находишься Полгода В одном Месте С одними И теми же Людьми Четыре стены Бытовуха Бытовуха Тоже Начинает Ты Снимаешь Ты Готовишь Ты Что Делаешь Ты Просто В один Момент Тебя Настолько Перекрываешь Что Такое ощущение Что Тебе Вообще Ничего Не Хочется Да Представь Ты Каждый день Просыпаешься Видишь Нас Засыпаешь Видишь Нас Кушаешь Тоже Видишь На самом деле Все равно Я люблю Суету В доме Ну Типа Прикольно В плане Того Что Тебе Не Скучно Я Всегда Мог Приспособиться К тому Чтобы Округ Людей Всегда Было У нас Не Бывает Такое Что Все Спокойно Чувак У Нас Всегда Сует Что Могу Сказать Татуировок У меня Достаточно Много Очень Много Вот На Лапке Даже Есть Я Недавно Сделал Там Сделал Вот У меня Пирсингов Было Много Соски Были Проколоты Смайл Уши Нос Уздечка На Половом Органе Вот Что Еще Волосы Крашу Не так Часто На самом деле Я так Родился И По сути Ну Я Красиво Недавно Начал Ну Как Год Назад Может Может Полтора По сути Это Недавно Вот Раньше Не Красиво Изначально Мой Цвет Ну Вот Белый С Какой С С С С С Белый С С С С С Другой Бро С Другой Да С Другой Брат Вот Это Изначально Мой цвет Волос Просто Много Подкрашивает По сути Все Но Я начал Забиваться В школе Еще С 14 лет Как ты Относишься К татуировкам У тебя есть Типа Какие-то Татуировки Ну Типа В плане Какой-то Смысл В каких-то Татуировках Да Есть Хочешь Подскажу Нет Нет Если я начну Чехлять То Весь Эфир Займет Нет Давайте Дальше Ну Конечно Я буду Дальше Делать Типа Я буду Добивать Какие-то Места Где еще Есть Небольшие Татуировки Ты бы хотел Себе Полностью Руку Черным Забить Нет Это Вообще Борщ Типа Такое Некрасиво Смотрится Ну Это Моя Лично Не хочу Транслировать Но Я Транслирую Поэтому Ладно Окей Вот Соски Хочу Обратно Проколоть Но У меня Слетели Пирсы Просто Я Не Слетел Сосок Или Я Подумал Ну Ладно Я Просто Потерял Тогда Пирсу И подумал Мне Было Лень Ехать Салон И Сставлять Ее Обратно И Сплит Типа Разрезать Язык Меня Переобули Короче И Отговорили От этой Затеи Я Такой Ну Ладно Потом У меня Просто Перегорел К этой Идея И Такой Думал Вот Хотел Себе Чуть Еще Хочу А Ну Буду Делать Все Пластических Каких-то Вмешательств Не буду Делать Я Красивый Мне И так Нормально В плане Эстетического Какого-то Наслаждения Да Допустим Типа Лично Мое Опять же Мнение Допустим Взять Девушка Которая Перекаченная Как бы Она Там Сделана Со стороны Эстетики Это Красиво То есть Ну Приятно Как бы Так Сказать Совокупляться Такой Девушке Приятно Смотреть На ее Тело Эстетика Тела Это Очень Круто Но Для Отношений Я Наверное Выберу Более Такую Типа Простую Девушку Ну Больше Отнесусь К Органике Как Натуральной Органике Или Гибрид Вот А так Перед Девушке Со Сделанной Фигурой В принципе Тоже Круто Да Это Красиво Я Против Ничего Не Имею Я Ничего Не Делала Ни Раза Не Увеличила Губы Уменьшала Талию Ничего Не Делала Потому Что У тебя Так Красивая Фигура Отношусь К Ну И Я Не Планирую Что Делать Не Не Хочу Я Прекрасно Шикарно Я Убираю Прищи Братан Я Кстати Никогда Не Пользовался Фейст Не Я Пользовалась Сглаживаю Кожу Но Ничего Не Хочу А Кстати Я Хотела В Подростковом Возрасте Сибири На Пластику Сделать Потому Что У Меня Пипка У Всех Почти То Ли И Спасаем Ситуацию Как Ты Осман Нормально? Я Про Нос Говорю Нос Да Я Хотела Просто Уменьшить Нос Но Потом Меня Отговорили Что За Бред У тебя Прекрасный Нос Зай Да Можно Обрезать Давай Осман Расскажи Нам Осман Вообще Полностью Сделаны Куклы Операции Пластические А Обрезание Считается Пластической Операцией Осторожно Брат Тату Нет У меня Тату Я Плохо Ну Как Нормально Тушусь Тату Но Не Делаю Потому Что Религия Не Позволяет Сейчас Свинину Есть Тоже Да По-моему Да Прокол У тебя Проколот Нос Да У меня Покрашенные Волосы Раньше У меня Были Одна Сторона Черная Вообще С волосами У меня Вообще Такая История Он Над Ты С ними Над Ты Да Сначала Типа Дреды Были Потом Желтые Волосы Были Потом Белые Потом Серые Розовые Розовые Да Пошли После Розовых Одна Сторона Черная Вторая Розовая Потом Фиолетовая А сейчас Решил Обратно Типа В серые Перекраситься Бланка Например Я не знаю Для некоторых Типа Он там Перебарщивает Мне кажется Нормально Типа Это именно Такой Пик Середина Того Еще Чуть Чуть И Транс Если бы Он начал Губы Качать Я не знаю Какое Такое Делать У меня Губы Огромные Мне не надо Качать У тебя Губы Огромные Это был Перебор Достаточно Большие Да И вообще В принципе На пацанах Точнее Губы Качать Это такое Нет Это жутко Мне тоже Не нравится Опять же Говорю Для всех Разная Норма Мы говорим Про свою Насчет Девушек Хочешь Накачать Чтобы это было Очень Незаметно Выглядело Очень красиво Можно сказать Натурально Мне без разницы У меня там Мне вообще Все равно Ну в плане Того Что хочешь Ты накачать Сегубы Даже пацан Ходит Качает Тело Твое Ты должен Прожить Так Как хочешь Прожить Ее Ты А не Как твои Родственники Друзья Бабушка Дедушка Проживай Ее Как хочешь Ты Никого Никогда Не слушай Это чисто Моя Позиция Не Себе Не хочу Ничего Менять Ну кроме Какого Какого-то Образа Я бы Ноздри Уменьшил Вышел Нет Ну типа В плане Если кто-то Хочет Что-то Сделать Ноздри Например Уменьшить Пусть Уменьшает Себе Я не хочу Ничего Я просто Тоже Красил Волосы Просто Одевался Как Допустим Бланк Это как По настроению Я одеваюсь По настроению Типа Если я хочу Выглядеть Как я сейчас Выгляжу И у меня Западает настроение Я буду так Выглядеть Если я захочу Выглядеть Как Не знаю Как Бланка Я буду Выглядеть Как Бланка У меня Нет Конкретного Какого-то Стиля Я могу Все Смешивать А по тату По поводу Татуировок На самом деле Я к татуировкам Отношусь Наверное Для каких-то Людей Казалось бы Что очень Странно Типа Какие-то Люди Думают Что татуировки Должны Нести Какой-то Смысл Я так Не считаю Типа Допустим Конечно У меня есть Татуировки Со смыслом Всего Наверное Из всех Две Или Три Татуировки У меня Всего лишь Смыслом Все остальное Нет Я просто Увидел Красивую Картинку Захотел Видеть На своем Теле И я Не думаю О том Как Допустим Будет Она Выглядеть Там В старости Мне Не важно Как я Буду Выглядеть В старости Как-то Так Типа Все По татуировкам Я тоже Хочу Но У меня Наоборот Я хочу Только Смысл Вносить Я просто В этом Не вижу Я не слежу За политикой Потому что Она мне Неинтересно Я стараюсь Быть абстрагирована Просто То, в чем Я не разбираюсь Я в это Вообще Не лезу Типа Мне все равно Даже Когда Ну Я же Говорю Я не слежу Потому что Я в этом Не разбираюсь Мне неинтересно Ты Неинтересно Не знаю Для меня Лично Типа Я постоянно Смотрю Там Какие-то Новости Потому что Интересно Что происходит Вообще В стране В принципе Не знаю Скорее Это пошло От отца Он постоянно Там смотрит Какие-то Новости И что Происходит В мире Я тоже Стараюсь Ну Смотреть Ну По большей части Моя политичная Короче Мне Ну Это Чисто Ну Я там Могу Посмотреть Забыть Там Не Ну Я не Такой Прям Старпер Сижу Обсуждаю политику Ну У меня Есть Какое-то Там Своё Мнение Складывается В голове Но Я там Не хожу И не говорю Вот Я там За того За того Просто Чтобы Себя Осведомить Чем-либо Зачем Лезть Туда Куда Не надо Лезть Я Стараюсь Тоже Подальше От этого Всего Но В принципе Там Могу Посмотреть Что Там Происходит Там Ну Что Там Какие Законы Вышли Вот Кстати Закон Нельзя Материться Вроде бы Такая Еще Там Ну В принципе Все Закончили Да Да Политика Политика Я Османа Расчехляю Тоже Срок Как Это Называется Когда Пилишь Ногти Пилочка Да Звук Звук Такой Вот Неприятный Ненавижу Потом Когда Этим Как Называется Спенопластом Скрипишь Я прям Ненавижу У меня Прям Выворачивает И Ненавижу Что Еще Когда Мои вещи Берут Просто Ненавижу Просто Не плачь Брат Особенно Когда Особенно Когда Не спрашивают Вот Я Просто У меня У меня Прям Внутри Я Стараюсь Это Ну Скрывать Но У меня Прям Внутри Вот 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 Поэтому Вот Так Не надо Подумать Что Бесит Я Не люблю Зима Лицемерие И Ложь Три вещи Которые Мне Больше Бесит Все Наверное Неуверенность Какое-то Одиночество И Тоже Наверное Типа Ложь Ну Это Такие Типа Банальные Да Сказали Больше Типа Все Что Годно Даже Прога Не знаю Звук От Проги Меня Не бесит Ничего Вообще У меня Тоже Нет Такого Прям Что Мне Дико Дико Раздражает Не Бесит Штраф Мне Меня Весит Когда Берут Мои Вещи Без Спроса Мне Это Очень Жутко Раздражает Кстати Ты Постирала Кофту Которая Взяла Мою Мои Штоны Взяла Да Меня Весит Люди Которые Берут Вещи Я Спросила Ты Не Спрашиваешь Иногда Ты Просто Можешь Залететь И Взять Да Могу Залететь И Взять Но Я Бо Не Хотел Чтоб Ты Залетала Эмоции Наверное Это самое важное Вообще Мне кажется Самое важное Чувство В жизни Это Эмоции Эмоции Правда Ну и Моменты Какие-то Типа Какие-то Просто Жизненные Какие-то Моменты Воспоминания Вот Теперь Я Секс Еда И Работа Я Не Могу Без Наушников Потому Что Я Очень Без Слушать Музыку Без Поддержки Именно С Родительской Стороны Мне Очень Тяжело Не Могу Без Меня Без Тебя Без Тарги Не Могу Чешет Давай Так У Меня Наверное Юмор Так Прям Черный Черный Юмор Как это сказать Стебать Это как Ну Да Ну Как сказать Более Без Сила Без Юмора Да Абьюз Да Без Абьюз Ну Такой В Доброй Форме Взаим Взаимный Абьюз Да Когда Понимают Друг Друг Вот Как мы Сейчас Делаем Ну Еще Хуже Конечно Ну Это Лай Что еще Музыка Я Все время Наушники Колонки Постоянно Даже Бизнес Заказываю Потому Что Там Можно Включить На полную Громкость Музыку Свою И Постоянно Нет Это Не хочу Это И так Понятно Типа Без Чего Не Что Без Женщин Не Женщин А Наверное Девочек Конкретной Девочки Той Самой Вот Ты Нашел Ту Самую Да Я Серьезно Нашел Все Началось А Ты Нет Напряжение Мое Сердце Разбит А Я Нашел А Может Ты Сам Разбил Скорее Сего Я Сам Разбил Да Нашел Женщину А Женщину Знаете Что я вам скажу Любил Кого Себя Пытаюсь Найти Кого Там Ясно Через 10 лет Я думаю Что Тиктокерская Карьера Уже Давно Закончится Правильно Я думаю Тикток Не будет 10 лет Существовать Просто Мне кажется В другую сферу Все Перетечет Охватим Другие сферы Да Насчет музыки Я буду заниматься Музыкой До тех пор Пока Пока не достигну Какого-то такого Конечного результата Когда Когда Будут Ты можешь просто Пока ты не закончишь Дышать Будешь заниматься музыкой Ну да Нет Я имею ввиду Когда я не соберу Там уже Определенное количество людей И не пойму Что вот Не достигни своего Пика Я сделал это А ты знаешь Свой пик Ну Представляю Представляю Вот Скорее После этого Я Уйду с музыки На пенсию Я так в школе Пару раз сказал Но Но Пойду работать Наверное Продюсером И буду продюсировать Других людей Талантливых Открою свой Лейбл И уеду далеко Куда-то на Бали Или В другую Тихую страну Чтобы Завести семью И жить Счастливой жизнью Я буду понимать А кто будет твоей женой? Братан Я не знаю Что завтра Жизнь такая штука Что да А что Я могу знать Что произойдет Через 10 лет Хорошо Возможно У меня вообще не будет По факту Еще пару раз Станешь скрывать Точно 10 лет Я бы хотела Углубиться в музыку Больше В кино Я очень бы хотела Сниматься в кино Попутешествовать Потому что Мне это Самой дико нравится Наблюдать С другими людьми Когда они Путешествуют Это Непередаваемые эмоции Ощущения Когда ты видишь Там Я не знаю Какой-то Огромный Нереальный Водопад И тебя Всего переполняет Я считаю Что я бы Очень хотела Путешествовать Чтобы Узнать Где я вообще Живу На нашей земле Господи Что еще Блин Это такое Все абстрактное Не знаю Пока так Я бы хотела Здесь жить Или уехать Куда-нибудь Я не знаю До приезда В Москву Я думала Что я не хочу Жить в России А потом Когда я приехала В Москву В той сфере Которую я нахожусь Здесь Мне здесь нравится Но по факту Москва Я поняла Что это Город для работы Здесь все Кишит Бушует Тут только Работать можно Я не знаю Как тут можно Отдыхать Да Тут очень сильно Все Очень высасывает Из Северного Я бы хотела Да Буду путешествовать Найду место Где я хочу Остановиться Но музыка И кино Я бы очень хотела Себя проявить Там Ну Насчет себя Точно знаю Что будет Наверное Не в России Буду жить Скорее всего Надеюсь Где вы В Нью-Йорке Надеюсь Что не в России Вот Хочу На самом деле Хочу Открыть Сеть своих Магазинов Со шмотом Настолько Продвинуть Свой бренд Чтоб он стал Мировым брендом А не просто Шоурум Типа Наверное Скорее всего Это Потому что Еще Два года Назад Я думал Что я Хотел бы Стать Музыкантом Великим И так далее Да То есть Но Изначально Вообще Даже До музыки У меня Всегда Душа Лежала К вещам Именно Шмот Делать Прикольный Шмот Всегда Было Это И Сейчас Я Прихожу К тому Что Все-таки Я Хочу Чтобы Мой бренд Был На уровне На уровень Выше всех Других Которые Есть Сейчас Наш Бренд Называется Heart Outfit Очень Крутой Шмот Мы Делаем С нуля Все Шьем Индивидуальный Подшив Скажи Индивидуальный Подшив Идет Полностью То есть У нас Свое Лекало Свой Дизайн Вот И Мы Делаем Просто Крутой Качественный Шмот Это Не Объяснить Это Надо Показывать То есть Так Тоже Объяснять Там Скрепка Значит Там Это Нет Так Не Работает Тут Надо Показывать Вот Я Бо Приехал Сегодня В нашем Шмот Но Мы Уже Отвезли Нашу Одежду В магазин И Уже Все Как Все На Пока Что У меня Там Жесть Полная Происходит Как И Хотелось Обрести Какой-то Баланс С Какой-нибудь Клевый Малышкой Вот Так Что Надеюсь Что У всех Все Получится Я Не знаю Что Будет Через 10 Лет Я Не Могу Абсолютно Предположить Потому Что А Вдруг Я Завтра Полюблю Что-то Другое Типа В плане Сегодня Я хочу Быть Музыкантом Завтра Я захочу Быть Актером А Послезавтра Вообще Захочу Стать Космонавтом Кто Его Знает Чего Ну Да Пока Что Я Не могу Сказать Что Будет Через 10 Лет Типа И Не Хотел Б Предположить Даже Предполагать Потому Что Если Я Что-то Сейчас Скажу Это У меня Очень Сильно Отложится В Мыслях И А Если Я Это Потом Буду Не Хотеть Это Будет Для Мне Очень Странно Потому Что Я Что-то Говорю А Потом Этому Не Соответствую Типа Это Как-то Слово Можешь Сказать Как-то Не Держу В общем Короче Реально Я Не Представляю Что Будет Через 10 Лет Я Представляю Свои Цели На Ближайший Год Типа Ну Вот На 10 Точно Не Могу Представить У У Меня По музлу Да Выпустить Альбом Дать Концерты Было Было Круто Малышку Найти Себе Опять Желаю В этом Году Да Да Но Есть Одна Девчонка Которая Мне Реально Нравится Она Такая Милая Вот Я Могу Сказать Регина Та Самая Девочка С Веером Но Она Реально Прикольная Такая Она Милая Прям Классная Девчонка Вот Регина Это Было Признание От Бланка Прошу Пиши ему Директ И Собственно Такие Планы На этот Год Ну Поднять Денег Прям С кайфом Ты знаешь Сколько Ты денег Хочешь Поднять Да Я бы Хотел За этот Год Заработать Ну Не знаю Мультов Десять Пока Что Пока Есть Такая Цель Мультов Десять Поднять И Кайфануть День Рождения Отметь Это Самое Главное Вообще Мы Планируем Там Нормальный Кудеж Выпустить Альбом Наверное Записать Прям Два Три Хита Думаю Достаточно В Год Снять Много Клипов Поднять Естественно Тик Ток Хочу В Москве Купить Машину Очень Что-то Передвигаться Было Более Комфортно Удобно Надеюсь В этом Году Все Получится Опять же У меня Музыка Начать По крайней Мере С музыкой Двигается Больше Понимать И Знать И Кино Я хочу Попробовать Тебя В кино В этом Году Посмотрим Что из этого Выйдет Что получится Но Тикток Это само собой Это моя работа Поэтому Да И охватить Еще Ютуб Да Ютуб Нормальный Зайти На Ютуб Я хочу Класса Седьмого Наверное Это Как такая Маленькая мечта У меня была Детская Очень хочу Ютуб Думаю В этом году Буду делать Я не привык На самом деле Говорить свои цели Потому что Для меня Это очень индивидуально Опять же Если Ну я расскажу Расскажу Какие-то посредственные Потому что Когда ты расскажешь Какие-то свои цели И ты их по итогу Не выполняешь Типа тебе просто Потом ребята скажут Ха Ты вот такой Вот Ты не смог Чувак Типа вот так Типа я могу Рассказать цели Которых я уверен Что в этом году Типа я сделаю Типа я хочу 15 миллионов В тиктоке Хочу миллион В инстаграме Хочу сняться в сериале И открыть свое шоу На ютубе Это посредственные цели В которых я уверен Что их 100% выполню Вот Пока что Вот Вот это вот Самое главное в жизни Любовь Самое главное для меня Это реализовать себя Понимать Понимать Конкретно Чего ты хочешь От этой жизни И с чем ты захочешь Уйти из этой жизни Оставить после себя музей Или типа Ничего не оставить Я бы хотел после себя музей Оставить Вот так вот До этого все хотят Ну Наверное Но не часто Люди что-то делают Для этого Чаще всего просто говорят Я всегда С детства Я всегда хотела Оставить после себя Какой-то след Потому что Каждый день По факту Умирают люди К огромному сожалению Каждый день Кто-то уходит И об этом По факту Никто же не знает Каждую секунду Каждую секунду Конечно И поэтому Хочется после себя Оставить след Чтобы о тебе помнили Довольно-таки Долгое время Поэтому Скорее так Наверное так Ну и конкретно Понимать Понимать Действительно Чего ты хочешь Для людей Чтобы Да Ну и понимание Конечно Для меня главное Это саморазвитие Во-первых Во-вторых Это родители Вот Люди Которые возле меня Мои единомышленники Вот Это тоже очень важно Идти Типа в жизни По своему пути Именно с такими людьми Вот Пока что Достаточно Для того Быть счастливым Наверное Человеком Спасибо Спасибо Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok